Читать книги Читать книги, ну это как-то смешно, а с человеком общаться более-менее интереснее. Когда слушаешь человека, он говорит с эмоцией, как-то понятнее. МИСК продолжает ломать стереотипы и знакомить молодежь города с невыдуманными историями людей. Второй раз за год в Шумкенте проходит живая библиотека. Студентка Махдия Турсунова посетила две живые библиотеки. Сегодня Махдия с упоением слушает рассказ девушки-вегетарианки. Сидела здесь у человека, который участвовал в войне, в Аганской войне, узнала очень многого. Я вот второй раз, получается, к Анжеле пришла, и я узнала очень многое. Хотя, да, я раньше знала насчет вегетарианцев, но как-то это не поддерживаю, потому что все равно человек получает энергию от мяса. Живая библиотека очень популярна в Европе. В последние годы эта практика пришла и в Казахстан. Здесь можно узнать так же много, как в обычной библиотеке. Только вместо книг истории рассказывают живые люди. Время общения ограничено. Читателю, чтобы узнать человека, дается полчаса. Не понравилось, он может выбрать другую книгу по вкусу. Цель нашей живой библиотеки – это искоренить, разрушить стереотипы, которые существуют в обществе. Мы выбрали метод такой, что мы приглашаем представителей той или иной групп, которые подвергаются именно этим стереотипам, которые они разрушают. Сегодня в живую библиотеку пришло больше 20 читателей и 4 человека книги. Участник войны в Афганистане, молодая девушка-вегетарианка, человек в прошлом без определенного места жительства и не слышащий мужчина. Пахреддин Шарабудинов сегодня рушит стереотипы о неслышащих. Мужчина потерял слух еще в детстве. Сейчас он работает на дому, женат, у него двое детей. Эту книгу читателям переводили сурдопереводчики. Много вопросов было задано про особенности общения с другими людьми. Пахреддин дал ответ на примере своей келинки. Ломать распространенный стереотип об участниках военных действий в живую библиотеку пригласили участника войны в Афганистане Аребжана Ибрагимова. Сейчас мужчина полковник в отставке, но тогда, в 1979 году, он в рядах первых совсем молодым отправился на военную службу. Сегодня читателям оказалась больше интересна не сама история войны, а эмоции, которые испытал солдат. Какие у вас были эмоции, когда вас вызвали на войну и сказали, что вы будете воевать? Какие у вас эмоции в первый раз? Я как военный, да, меня готовили к войне. Я учился для этого, питал, стрелял. То есть я готовился к войне. И когда в 1979 году начались боевые действия, чтобы правые статьи, наше государство, советское государство, для того, чтобы оказать интернациональную помощь, начало посылать сюда войска. Желание у всех было пойти туда. То есть каждый военный писал рапорт. Прошу вас направить в Миналгазинск для выполнения интернационального долга. Мы были воспитаны таким образом, что готовы были оказать помощь соседям. Всегда готовы были оказать помощь. Анжела Кушкембаева рушила стереотипы о вегетарианцах. Девушка на своем примере рассказала о том, почему она выбирает вегетарианство и какую пользу организму несет отказ от мяса. Вегетарианство принимают по разным причинам. Кто-то из того, что это часть религии, предлагается как иудаизм, а не вегетарианцы. В христианстве, в православии 200 постных дней в году из 360. Это большая часть года они не едят мясо. Но мы уже просто живем, где мясоедение, такая норма стала. Она нам не полезна, она принесет очень много вреда нашему телу. Мы болеем много, умираем рано. Сердечно-сосудистые болезни нас все мучают. Мы в 30 лет выглядим очень старыми, хотя должны выглядеть молодыми, свежими. На вопрос о том, где же организму брать необходимые белки и жиры, девушка отвечает, что уж точно не в мясе. Человек мало нуждается в жирах и в холестерине. Ну вот орехи, орехи прекрасно сбалансированы, источник по омега-3, омега-6, как раз-таки в правильном сочетании, не как животный холестерин. Виктор Мартынов, в прошлом человек без определенного места жительства, сегодня ломает стереотипы о бездомных. Мужчина работает волонтером в реабилитационном центре. И на своем примере показывает, что бездомные такие же обычные люди. И им, как никогда, требуется помощь. На слежке, чтобы хотя бы врачи какие-то были по-любому, потому что болезни там по-любому вот такие, да, чтобы психиатры работали с ними, где-то они могли помыться, все равно одежду где-то перекинуть. Вот, нет-нет, к нам приходят, молки приходят, они вот тоже, они просят там помочь, помочь, отбиваются. В основном уходят, конечно, человек. Ну, трудно, трудно, они, как бы, помогли затощаться в ту жизнь. Кто-то их ничего управляет, здесь и семьи создают, здесь и нормальные. Стереотипное мышление бич современного общества с самого раннего детства наставят в рамки. Любое отступление, и ты можешь оказаться непонятым, иногда даже избоем. Реальность такова, что сопротивляться стереотипному мышлению могут лишь единицы.